Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших обзорных сюжетов по Москве, и сегодня мы с вами двигаемся в сторону центра по проспекту Андропова. Итак, что же нас будет окружать здесь? Технопарк – это станция московского метрополитена за Москворецкой линией. Она открыта в конце 2015 года, в декабре месяце, и она является действующим между станциями Автозаводская и Коломенская. То есть это наземная крытая станция с двумя береговыми платформами, и как раз она расположена с противоположной стороны от нашего движения. То есть она по левую руку от нас, и за станцией Технопарк ведется строительство инновационного огромного района, в котором будет очень много современных зданий и много других разнообразных строений. Ну а на противоположной стороне, по правой руке от нашего движения, грандиозная стройка – это остров Мечты, это первый в России городской курорт и новая туристическая достопримечательность города. Расположена она на берегу Москвореки, то есть это фактически полуостров. И на территории острова Мечты появится самый крупный крытый тематический парк в мире. Это место, где дети и их родители могут повеселиться от души, окунувшись в мир мультфильмов. К 19-му году Нагатинская пойма станет одним из лучших и наиболее благоустроенных районов Москвы и превратится в достопримечательность столицы. Благодаря таким местам, как остров Мечты, парку Легенд, жилому комплексу Зил-Арт. То есть 100 гектар площадь территории парка, и это всего в 10 минут езды от Кремля. И что же здесь будет? Здесь будет парк развлечений, в который войдут много тематических зон, концертных залов. Кинокомплекс будет один из крупнейших столиц. Это 17 залов, включая МАКС. Рестораны, спортивная зона, велодорожки, многофункциональная площадка, футбол, волейбол, баскетбол, смотровая площадка, амфитеатр. Конечно же, зона большая будет для детей, в которую войдут и канатная дорога, батут, тайм-парки, площадка для занятий йога, танцпол, открытый кинотеатр. Ну и благоустроенная набережная Москва-реки станет новой прогулочной зоной для москвичей и гостей столицы. То есть это 2 километра протяженность только набережной. Гостиница будет для гостей столицы. И это будет 4-звездочный отель с ресторанами, спа, конференц-залами. Ну и яхтная школа для детей любого возраста и их родителей. То есть это социальная значимость этого проекта. Повысит она туристическую привлекательность столицы. То есть это новых туристов всего мира будет порядка 17 миллионов. И привлечет 7 тысяч новых рабочих мест, 200 новых предприятий малого и среднего бизнеса. То есть мы ожидаем порядка 50 миллионов гостей в год. Ну а мы с вами ушли от проспекта Андропова и движемся мы в сторону направления третьего транспортного кольца. То есть вот такие вот узкие съезды. Еще все-таки они существуют. Это вот то, что порождало как раз пробки на выездах или въездах. Но потихонечку власти находят решение, придумывают что-то, какие-то дополнительные развязки делают. И в принципе пробки потихонечку рассасываются. Поэтому здесь я тоже думаю, что в ближайшее время что-то придумают, разрешат этот вопрос и найдут какое-то решение. Итак, мы будем выходить вот от красотой эстакады. Это та дорога, по которой мы ехали проспект Андропова в сторону внешнего кольца третьего транспортного. То есть третье транспортное кольцо у нас в простонародье называется ТТК. То есть это автомобильная дорога, одна из кольцевых магистралей города. Первое бульварное кольцо у нас считается. Второе это садовое кольцо. Ну а это соответственно третье транспортное кольцо. Отсюда такое название. То есть по бульварному кольцу и по садовому кольцу мы с вами оставляли. Сюжеты, они доступны на нашем канале. Ну а мы продолжаем наше движение по третьему транспортному кольцу по внешней стороне. Значит, во время движения вы будете смотреть то, что нас окружает. Как по правую руку это внешняя сторона, соответственно, по левую это внутренняя в сторону центра. Итак, что же из себя представляет третье транспортное кольцо? Напомню, что общая длина кольца составляет 36 километров. Из них примерно 19 километров это эстакады. Поэтому мы постоянно двигаясь по третьему транспортному кольцу, то возвышаемся, то опускаемся. Ну и конечно же, помимо эстакад, еще раз повторюсь, их порядка на протяжении 19 километров такое расположение занимает. И есть еще 5 километров это туннели. Ну туннели мы с вами уже в некоторых проезжали. Сегодня мы будем здесь проезжать Лефортовский туннель, конечно же, о нем поговорим. Но вот остальные 12 километров это будет как раз дорожная часть. Значит, что из себя представляет дорожная часть? Это ширина автодороги на основных участках, как правило, не менее 8 полос. Но есть, конечно же, и сужение. Сужение до 3. Это между Нижегородской улицей, как раз мы ее увидим, Волгоградским проспектом. Ну и вблизи Москва-Сити тоже есть такое небольшое сужение. В принципе, оно не так сильно влияет на потоки. Но иногда, конечно же, в часть пик играет свою роль. И на третьем транспортном кольце находится 17 транспортных развязок. Только вдумайтесь, вот такие вот сложные всякие пересечения, ответвления, эстакады и много-много чего другого. Конечно же, наземные переходы и пересечения с другими дорогами на одном уровне отсутствуют. Как вы видите, то есть мы постоянно подныриваем, наоборот, выныриваем. И это позволяет обеспечить непрерывное движение на всей трассе. Постоянно куда-то уходим. Дорога не ровная, можно так сказать. Вот вы видите, что мы что-то объезжаем. Как раз это вот эти сложные места. Но они позволяют тому, чтобы движение было бессветофорным и как бы беспрерывным. Вот скоростные режимы разные на кольце. То есть встречаются и 80 километров, и 60 километров. Но, как правило, 60 километров это какие-то затрудненные места. Как правило, это туннели. Ну и что-то еще во время ремонта, например. Какие-то ограничения тоже существуют. Значит, третье транспортное кольцо четыре раза пересекает реку Москву. В южной части проходит параллельно Малому кольцу Московской железной дороги. Она в кадр тоже попадала. И включает в себя четыре туннеля. То есть это Лефортовский, который мы сегодня с вами увидим. Мы, кстати, уже недалеко от него. Кутузовский он совершенно небольшой. Шереметьевский тоже небольшой. И Гагаринский. Ну, такой относительно средний из всех трех. Мы с вами снова возвысились. Вот вы видите, с левой стороны дома. То есть вот примерно на такой высоте мы проходим эти участки. Но тем не менее, выстроено это так, что нижние ярусы под нами, они взаимодействованы под разные нужды. И как раз мы друг другу не мешаем. Идем спокойненько. Есть шумоотражатели, есть навигация. То есть какие-то дополнения тоже присутствуют. Итак, мы движемся потихонечку в сторону Лефортовского туннеля по внешней стороне третьего транспортного кольца. Ну и видим как раз виды на Москву. То есть это новые какие-то строения. Это церкви, как вы видите. То есть, ну, фактически можно, посмотрев на все это, сделать какой-то определенный вывод, что действительно Москва является городом контрастов. Есть и старенькие строения, есть и строения советского времени, новые строения. Ну, как правило, новые строения, они видны издалека. Вот вы видите, как раз на горизонте они появляются. Это что-то такое мощное, масштабное, современное. Как правило, это какие-то целые комплексы, целые города. Ну, и они уже, конечно же, отличаются от всех остальных домов, которые уже частично попадают под программу реновации. Уже есть первые тестовые программы, которые проходит город. Ну, и в дальнейшем, я надеюсь, что как-то массово это все дело подхватится и будет реализовываться, перестраиваться в новые современные высокие дома, которые уже будут оборудованы и внутренними какими-то парковками, и внешне будет развита инфраструктура. Ну, и также, конечно же, первые, вторые этажи будут отданы специальным разным всяким магазинам удобным, которые будут помогать жителям как и самого района, так и жилого комплекса в плане какого-то обеспечения. Ну, как вы видите, что знаки потихонечку меняются. Мы приближаемся с вами к Лефортовскому туннелю. Вот еще раз такие виды на Москву. Вы видите, что все практически районы взаимодействованы. Что-то сносится, что-то перестраивается, что-то добавляется. Ну, и вот как раз тот самый комплекс, который нам показался на горизонте, вот так вот выглядит. Итак, по навигации вы видите, что мы подъехали к Лефортовскому туннелю. Занимаем примерно средний ряд. Появились уже знаки в ограничении скорости. И вот зеленые указатели показывают, что все три наши полосы свободны. Мы можем двигаться в любой полосе. Такие вот просветы созданы для того, чтобы не слепило водителя. Они есть как и на въезде в туннель, так и на выезде в любую сторону. Итак, что же из себя представляет Лефортовский туннель? Он является частью третьего транспортного кольца. Длина его около 3246 метров примерно. То есть это 3,2 километра. Туннель проходит под рекой Яузой. То есть, еще раз повторяюсь, под рекой Яузой и Лефортовским парком. Имеет три полосы движения в северном направлении. То есть это внешняя сторона третьего транспортного кольца, в которой мы с вами движемся. И четыре в южной части. Это внутренняя сторона третьего транспортного кольца, которая проходит по левую руку от нашего движения. Параллельно. Ширина одной полосы это 3,5 метра. Туннель состоит из двух ниток, так называемых. Вот в одной из которых мы с вами движемся. И она залегает на глубине около 30 метров. Имеет длину, еще раз повторюсь, 3246 метров для движения в одном направлении. Ну а другая параллельная является комбинацией тоннеля и эстакады для движения в другом направлении. В тоннеле установлена система вентиляции, освещения, водоударения, замера уровня загазованности, системы пожарной безопасности, системы дымоудавления, системы видеонаблюдения и связи. Управление, конечно же, инженерными коммуникациями осуществляется в центральном диспетчерском пункте, который здесь расположен. Также следят за дорожным покрытием, аварийные всякие службы, ну и вот как раз службы обеспечения. Все находится относительно в нормальном состоянии, моют всякие знаки, приборы освещения и так далее. Ну и, собственно говоря, Лефортовский туннель был последним замыкающим участком при строительстве третьего транспортного кольца в Москве. Заказчикам было принято решение о строительстве туннеля методом закрытой щитовой проходки. Для проходки был приобретен специальный проходческий щит. Этот туннель – проходческий и специализированный комплекс. Предоставила его немецкая компания. И диаметр его составлял 14,2 метра. Вот только вот вдумайтесь в эти размеры. Ну, в плане безопасности туннель считается, ну, точнее, он, как правило, в интернете о нем пишут как туннель смерти из-за многочисленных ДТП. Ну, разные видеозаписи можно найти на многих сайтах интернета. Но в большинстве случаев это все связано как раз с трейдрейсерами, с гонщиками какими-то, либо какими-то погодными явлениями дикими, которые не выбирают, как правило, такие люди и попадают в массовые дорожно-транспортные происшествия. Итак, мы вышли из туннеля с вами. Движемся далее. Ну, и будем потихонечку рассматривать все те виды, которые нас с вами окружают. Конечно же, по навигации вы все читаете. Впереди у нас проспект Мира. Но мы с вами выбираем левую полосу. Она самая такая непроблемная, потому как с правых сторон люди все-таки движутся каким-то по указателям. Как правило, и региональные машины вы тоже видите здесь есть. Ну, и потихонечку перестраиваются по навигации в те самые съезды, которые для них указаны по той самой навигации, которая и также присутствует в их автомобилях, ну и на внешней части улицы расположены. То есть многое строится, многое переделывается. Поэтому навигация во многих автомобилях ведет себя по-странному. И иногда бывает такое, что водитель может резко перестроиться перед вами, пропустив свой проезд. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, если вы вдруг выбираете движение из точки А в точку Б, еще раз просмотреть не по навигации, которая вас ведет, ну а так примерно по картам, которые доступны и в вашем мобильном приложении, и как бы в интернете, все-таки они имеют более точные маршруты, чем ваши системы в автомобилях. Потому как они еще до конца не обновились, и иногда вот путают водителя. Итак, мы с вами продолжаем движение. Движемся мы по третьему транспортному кольцу, как я вам сказал, по внешней части. Ну а внутреннее проходит по левую руку от нашего движения. Погода выдалась хорошая, солнечная, поэтому никаких препятствий для съемки, но также обзора вам тут не создает никакие препятствия. Конечно же, в какую-то дождливую погоду, когда выпадают осадки, движение становится иногда плотным, иногда требуется повышенное какое-то внимание из-за того, что пропускная способность высокая, и приходится вести себя достаточно спокойно и уверенно за рулем. Ну и как вы видите, в других частях Москвы проходит строительство. Такие виды на Москву, опять же таки, с эстакадной части, с высоких точек нам доступны. Под нами проходит большое количество железнодорожных путей. Также здесь есть тупиковые станции, станции-перегоны и так далее. Выводят они на разные вокзалы, поэтому здесь обслуживаются поезда, вагоны, ну и готовятся к отправке в дальнее следование. Значит, впереди у нас будет проспект Мира, уход, ну и также Рижский вокзал. Ну и как я уже говорил, в сочетании городского сектора есть и промышленные, производственные, есть сети магазинов, есть рынки даже здесь. Так как у нас любимый рынок из цветов, с правой стороны как раз это находится здесь, напротив Рижского вокзала, который вот вы видите, с правой стороны торчат крыши дома. Ну и как вы уже заметили, как я уже вам сказал, то есть мы продолжаем подниматься и спускаться от одной эстакады к другой. Но, тем не менее, соблюдаем скоростной режим и понимаем, что движемся мы бессветофорно. Трассы все убраны, дорожки находятся в хорошем состоянии. Будем потихонечку с вами перестраиваться на Шереметьевскую улицу. Вот такие вот плавные переходы. Пропускаем, смотрим по зеркалам, чтобы никого не было. Также обращаем внимание на автомобили, которые выходят из дворов. В целом кажется, что это просто, но на самом деле дело привычки. И уже ты понимаешь, откуда появляется автомобиль, откуда он может выскочить, и чувствуешь себя чуть увереннее. Итак, с правой стороны обратите внимание, это известное вам здание, которое вы видите часто по телевизору. Называется это Планета КВН, Московский молодежный центр. Вот как раз из этого здания выходят те самые юмористические передачи, которые вы видите. И вот расположен он на Шереметьевской улице. Вот практически на этой развязке. Рядышком располагается станция метро. И в принципе многие приезжают сюда на метро, потому как запарковаться здесь достаточно сложно. Поэтому выбирают этот вид транспорта для того, чтобы добраться сюда. Также торговый центр пошел. Вы видите, он не очень маленький. Ну и мы уходим с вами на резервную полосу, по которой у нас зеленый свет. Вот так примерно выглядит Москва, вот так примерно выглядят кольца, ну и дорожные движения, по которым мы с вами движемся. Я буду потихонечку заканчивать. Благодарю вас всех. Большое вам спасибо за ваши теплые слова поддержки, за ваши прекрасные комментарии. Ну а со своей стороны приглашаю вас на другие сюжеты, которые вы можете посмотреть на моем канале, в разных плейлистах. Ну и постоянно добавляются новые видео о городе. Практически каждую неделю как минимум два сюжета выходят. Поэтому я вас приглашаю и на другие мои сюжеты. Оставляйте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Ну а я буду завершать этот сюжет и мое традиционное. Ну а пока, пока. Спасибо вам всем за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok